сейчас будет гонка на треке между nissan gtr дима гордеем привет братва taikantur bass дубровского электричка и моей m5 парни скажите честно много денег потеряли когда закрылся инстаграм когда с youtube чека но наверное все рекламодатели сдрыснули ну рекламодатели да в принципе рекламодатели снизили свои бюджеты и меньше стали рекламы заказывать это рекламодатели вообще ушли под но вот именно зарубежных владателей ушли я решил порадовать своих подписчиков любимых поэтому парни давайте так кто проигрывает рассказывает сколько потерял бабла а при поставим свои тачки на кон вот это вот это мощная по-мужски давай ну хорошо давай мой вас нравится электрический тайкан turbo сжеки чем вот что тебе больше всего нравится в своей тачке я ни разу вообще не испытывал вот таких ощущений от разгона тебе всяких то знаешь там turbo ям типа вот все просто с низов и все и погнал дима что думаешь по полу тайкана я хотел укупить себя прям думал что будет следующий уровень но потом мы будем выглядит внешне уверенно спереди ну то есть как мне нравится porsche как выглядит но вот это вот морда но она не очень давай тогда поговорим по поводу вот этого харизматичного красивого японца обычная пицца пацанская тачка купе уже легендарная это вижу 15 лет чистый сток только выход сделал слышал тебя есть мелодия которая как космический корабль звучит она помню 500 евро стоит я знаешь я даже при торможении думал что за мной полиция едет то есть звук такой похожий знаешь да я скоро просто не вроде нормально все давайте покажем как должна звучать настоящая пацанская тачка ну чё дим газа не ну чё мне показать звук или не надо давай 5 классно звучит это сток прикинь короче парни едем три круга и кто брать быстрее тот победил я больше знаешь как-то с аудиторией по душам разговариваю а дима он ну что погнали мне кажется камера выключается он нормально просто нормально спокойно общается а именно на камеру на несколько тонов выше если что-то будет не так то починим но я думаю что все будет хорошо буду аккуратен тачка он все-таки на розыгрыш просто не было другого варианта у меня нужно было машины 500 сил а у меня все либо больше его меньше поехали ну знаешь звуком своим пугает и звук блять охуеть ты кстати да и соли кейма теги плей ну и человек на страну переносил тараса просто люто она вся в воде Вууу! Вуу! Чуть не ум Dead... Я ехал с открытой дверью. Ну что, в принципе, не самый плохой заезд, конечно, хотя было несколько ошибок, можно было в некоторых местах спокойнее ездить, но до первого раза нормально. Каждый, кто, кстати, последующий будет ехать, ему будет чуть проще, потому что трасса уже будет более сухая. Посмотрим, как проявятся они. Самое главное, самое главное, что машина цела, все четко, все цело, я рад. Ты следующий? Давай. Желаете удачи? Нет, я, на самом деле, очень хотел бы, чтобы ты победил, это будет очень круто. Блин, ну не хочется проиграть. Ну ничего. Особенно, учитывая, что вы так унижали по поводу того, что у вас там звук, не звук, пацанские тачки, это все. Ну все, я готов показать, как я с ними разделаюсь. Они просто дети, дети для меня, потому что у меня высокотехнологичная тачка, но даже это не главное. Я гонщик прирожденный. Вообще, как думаешь, шансы у него есть? Батарейка. Шансы есть. Надеюсь, батарейка его заряжена. Вообще, шансы есть, да. Все в равных условиях. Волнительно. Пошел. Меня даже не касается асфальта, он просто, блядь, не летает. Летает, летает. Ну, конечно, эта тачка дикая, я думаю, что ГТРу тут вообще просто не место. Ух ты, аквапланирование. Я думаю, на прямяках вообще ГТР всосал, всосал, всосать ГТР. Ух ты, перегрузки, ёбаня. Чё ты, разъекался? Блин, вообще нормально едет. Мне кажется, у него есть все шансы. Что за звук? Страшный. Все, хана Тайкана. Такое ощущение, что Жеки еще устал физически. Стар такой бодрый был, а потом просто устал. Ну, что-то точно произошло с Тайканом. Нездоровый звук. Так, ну, мне кажется, что я ехал очень быстро. И я думаю, что я победил. По крайней мере, Диму. Потому что я второй же еду. Короче, что-то случилось с тачкой, я не знаю. Что-то вот в этом, вот этой области, какие-то трения. Что-то как-то так вот трет, как будто колесо. Я так и не понял, что это такое. Вообще не могу понять. Вот, вот там, это, подкрылок, в общем. Не знаю, пока вот так вот отогнул, потом разберемся. Ладно. В любом случае, я газ не сбавлял. Я ехал круто, классно. И мне прямо интересно увидеть свое время. Что, давай, Данин? Ты следующий. Я видел, как поехал Жекич. Это просто пуля была, пуля. Я не знаю, как мне его обогнать. Я буду стараться, но очень стрёмно, потому что везде лед, снег. Короче, очень страшно, но постараюсь победить. Все, поехал. Нормальный старт. Он сказал, что я не буду жарить, но он жарит все же. А все говорят, что не будут. Чтобы соперники расслабились. Ну да, да. Нет, так-то он быстро идет. Быстро все идет. Вот он тормозит, он точно позже. Позже, да. Это пизда, ребята. А он в своем втором шоу, он всегда побеждал или нет? Нет, я выиграл. А, ты выиграл? Да. Итак, все, финиш. Финиш... ООО,dan! Картанчик! Мелый, Тamenка! вот это жестко что собираем машину это сейчас дефицит да я пытался на прямых наверстать то что у меня но после поворота машина вообще не открывала я думаю я хоть на прямых буду как-то вот просто по пути херачил быстрее нас у меня вопрос ты же сам больше всех паранои говорю не гоняйте там аккуратно дай ну извини теперь уже 12 предлагаю такого просто знаешь сколько она стоит сейчас я думаю что она не очень сильно подорожала она стоит примерно 8 я могу забрать 7000 я бы забрал за 13 дай ну извини теперь уже 12 предлагаю не ну понятно что надо продавать для теперь давай 12 прям сейчас сегодня я говорю сколько стоит 12 прям хороший нас у дешево нормально сейчас посмотрим короче что пойдем в продам пойдем есть продаж эти прям сегодня деньги привезу короче если коротко обстановочка вот такая я налетел то на нормальной скорости меня скоро было километров семьдесят разбито мне кажется радиатор наверное этой коротко наверно ладно бы если только радиатор и бампер ну короче вот тогда я думаю там 0 минимум давайте посчитаем потери ну по на тачку по тачкам по 0 до 0 у меня как же киш сказал миллион рублей как бы это точно современными ценами да но современными ценами да скорее всего лям будет у меня причем это первая авария не знаю там за 20 лет то есть у меня аварии вообще не было у меня потери там подкрылок я думаю что мы там этот поставим подкрылок там закрепим нормально вы и продадим нету мы скажем что такая эта фигня но если чё подкрылок насколько он стоит ну 100 так у нас готовые результаты третье место в ахере шоке удовлетворен у меня две минуты 40 у жеки щедобровского две минуты 47 и у дима гордея две минуты 58 но получается чем быстрее едешь тем больше повреждения да ну чё я в шоке я на самом деле даже рад что я по тачку наказание у нас какое порадовать наших подписчиков до рассказать сколько наши блогеры да посмотри димас ты как бы посмотри она все постепенно пошло как бы одно за другим началось все с монетизации что и отключили ну вот это уже потеря ну но вместе сколько примерно было раньше около 20000 долларов сейчас 0 будет 6 не 5 а как если ее вообще нет я не только в россии но так везде на есть поэтому ну что-то пока есть а я понял то есть там но в других странах смотрят до других сам смотри поэтому думаю 36 будет но все на потерях об 14 тысяч долларов это больше миллиона рублей так раз по курсу это получается уже было бы полтора миллиона заморозились рекламная интеграция у тебя сколько было рекламных интеграции в ролике 1 2 до 1 каждого 1 каждого 1 каждого и сколько роликов было в месяц вот допустим декабря разного декабря много было 10 дней здесь а сколько с ней секрет интеграция стоит ну около миллиона где-то ну да то есть вот эти денежки как бы теперь их скорее всего не будет так плохо не то что доходы уменьшились а то что расходы не уменьшаются вот здесь аренды зарплаты а рутюбчик что-то платит что ты вот снимаешь тот ездил на байкал это как-то финансируется ли нет это пока это для рутюба по кайфу делает кайфу то как было раньше больше уже скорее всего не будет но ближайшее время и все те кто злорадствовали блогером то си не злорадствовали хотели чтобы у нас все было плохо сейчас да у нас как бы не супер хорошо главное чтобы я мог мог сохранить рабочие места команду никого не увольнять это вот это молодец джекич можно тебе задавать вопрос сколько я потерял давай так я тебе скажу я на рекламе потерял может быть да то что монетизации нет такое процентах сколько примерно процентах ну где-то 20 процентов 30 всего да но я заработал на продаже машин на же еще автосалон есть и люди начали просто с бешеной скоростью все скупать и там просто продажи кипецкий но это временно этот типа месяц-два сейчас побудет и все и дальше будет затишник парни ну чё как вам вообще эмоции то я расстроен что на слабой машине приехал на очень помощник убрать дима же второй раз уже участвует я 3 3 3 а чё я всего 1 я бы еще хотел слушай а может мы на джипах короче смотри я могу на рейнджике у меня и сварить ты на гелике крузак гелик у меня есть дефендер смотри на гелике и можем не знаю пригласить если давиды согласится будет прикольно мы его на роллся раскатаем вообще тряпки может уфрод давай уфрод летом нормально все короче ребята если хотите посмотреть как мы же кичем следующем выпуске будем кого-нибудь нагибать да она может и по команду подписывайтесь жмите на колокольчик и давайте может разыграем телефончик да на самом деле когда я раз машину я даже как-то подумал что может быть не разыгрывать iphone продали его расходов много да но потом думаю ладно я люблю своих подписчиков поэтому давайте так ребята сейчас вот дима и женя подпишутся держи подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск женщин дубровским и то напишет самый прикольный креативный коммент где скажет кого бы нам пригласить получится телефончик и чехольчик а теперь мы подготовили маленький сюрприз а кто хочет ну что димас ты готов давай сейчас будет давай поехали так друзья сейчас будет небольшой сюрприз а знаешь почему сюрприз называется горящей котлеткой две булочки почему сейчас узнаешь и нам сам достаточно так прикольно мягко я уже думаю мы перевернемся я буду спокоен а ты же инструктор ёбан бля ты не можешь ехать нормально отвалились уже бля ну это было жестко это машина оператора да бля сегодня охотенный день почему я всегда попадаю в такие ситуации не понимаю а ты не видел видел и знаешь какой-то момент мне даже показалось что он на этой астре быстрее да 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 чем и я тоже думаю он такой едет и думаю нифига себе а что так можно было так короче я предлагаю заканчивать сегодняшние съемки иначе мы все тут перебьемся на ребята значит подписывайтесь обязательно на мой канал нажимайте на колокольчик потому что следующий раз я обещаю будет точно такой же триндец мы же чем будем против кого-то все жмите на колокольчик подписывайтесь пока